Нынешнее показное миролюбие плод очень жестких санкций против Северной Кореи. Трамп добился того, что были ограничения даже поставки топлива Пхеньяну и остановился почти весь экспорт из этой страны. Как удалось практически задушить санкциями Ким Чен Ына, расскажут мои коллеги. Октябрь 2006-го. Тысячи северокорейцев на главной площади Пхеньяна. Они празднуют удачные подземные испытания ядерной боеголовки. Но мир этой милитарь радости не разделил. Реакция была быстрой. ООН запретила странам-членам ввозить в КНДР военную технику, а ЕС еще и топливо, драгоценные металлы и камни. Но северокорейских лидеров это не остановило. В 2017-м Пхеньян проявлял особую активность. Баллистические ракеты, водородные бомбы тестировали одну за другой. И все это совпало с началом президентского срока Дональда Трампа. Тот жестко пугал КНДР то новыми санкциями, то военными учениями возле корейского полуострова. Ким Чен Ын в ответ грозил атаками на американские цели. И даже подумывал запустить ракету на техокеанскую базу США Гуам. За перепалками лидеров следил весь мир. А СМИ даже о возможной ядерной войне писали. В Северной Корее лучше больше не угрожать США, иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше. Окончательно Ким Чен Ын пересек черту в августе. Очередной запущенный снаряд пролетел над Японией. Северная Корея проигнорировала предупреждение мирового сообщества не в первый раз и провела ядерные испытания. Это неприемлемо. И расплата наступила незамедлительно. Сейчас гражданам КНДР воспрещен въезд в США и Японию. Токио закрыл для северокорейских судов свои порты. В санкционных списках ООН и ЕС. Десятки лиц и организаций, связанных с финансированием или разработкой ядерных программ. Страны остановили экспорт нефти и инвестиции в Северную Корею. У Пхеньяна перестали покупать медь, никель, цинк. Ограничили поставки угля. Экономические санкции ввел даже Китай. Мы верны дипломатии. Мы и дальше будем продолжать давление на КНДР. Давление не только союзников, а и других стран. Включая Китай, Россию, других членов Совбеза ООН, которые не раз голосовали за санкции против Северной Кореи. Из-за ее бесчестного поведения, незаконных испытаний ракет и другого оружия. Если Северная Корея продолжит свои провокации, мы рассмотрим разные варианты поведения касательно этой страны. Мы думаем о собственных санкциях для Севера. Как сейчас живет изолированное государство, известно только из данных разведки. В прошлом году спецслужбы Южной Кореи выяснили, в КНДР запретили развлекаться и ввели сухой закон. Все из-за ужесточения международных санкций. А партийные СМИ ежедневно пишут об экономических трудностях. По некоторым сообщениям, в КНДР ухудшилась гуманитарная ситуация. Есть проблемы с доставкой лекарств и еды. Северокорейцы приходят, чтобы добывать золото каждый день. Они пересекают границу по мелководью, берут песок, строят дамбу внизу реки. Там много золота. Иногда не просят еду у рыбаков. В то же время в ООН выяснили, КНДР торгует в обход санкций. Страна уже заработала 200 миллионов долларов на запрещенных товарах. Северокорейцы подделывают документы и продают уголь под видом китайского или российского. ООН обвинила Пхеньян и в незаконных поставках нефти с помощью иностранных сообщников и офшорных компаний. Но хитростью обойти все санкции невозможно, и Пхеньян все же стал сговорчивее. Чего только стоило участие страны в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, еще и под одним флагом с Южной Кореей. Впервые со времен Корейской войны член правящей семьи КНДР пересек границу с ближайшей страной-соседкой. На состязание приехала сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон. Дальше была официальная встреча Ким Чин Ына с президентом Китая в Пекине. Потом тайный визит главы американского ЦРУ Майка Помпеа в Пхеньян. Уже и Дональд Трамп готов встретиться с третьим Кимом и помочь Северной Корее встать на светлый путь. Переговоры планируют в ближайшие недели. А прямо сегодня произошла по-настоящему историческая встреча. Это только начало верхушка айсберга, но я надеюсь, что наша первая встреча и наши дискуссии оправдают ожидания людей. У нас уже было много хороших дискуссий. Я думаю, они будут отличным подарком для граждан как Северной, так и Южной Кореи и для людей всего мира. Накануне Ким Чин Ын заявил, что закрывает полигон на севере страны и прекращает испытания. Хотя, по версии СМИ, делает он это не из благородных побуждений. Просто над ядерным полигоном Пунгери обвалилась гора и тестировать там оружие невозможно. Дайгру с санкцией уж слишком давит на Пхеньян. Виталий Акушмирук, подробности недели, телеканал Интер.